На международной рине Кыргызстан вот уже на протяжении 30 лет остается активным проводником интересов горных государств. Вот и на 15-м совещании конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии, которая состоялась под эгидой ООН 12 октября, президент Садыр Джапаров выступил с важной инициативой. В 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН я выступил с инициативой объявить 2022 год Международным годом гор, утвердить пятилетнюю программу по устойчивому развитию горных регионов и в 2027 году созвать глобальный саммит Бишкек Плюс 25. Уважаемые главы делегаций, с каждым днем мы все сильнее ощущаем негативное влияние изменения климата на нашу уникальную экосистему Великого Тяньшаня и Памира. По этой причине мы действуем совместно с заинтересованными государствами и предпринимаем адаптационные меры для защиты горного биоразнообразия. Успешной международной инициативой является защита от исчезновения такого благородного животного, как снежный барс. Эта конференция стала площадкой международного уровня, где можно и нужно не только обратиться к мировому сообществу, но и начать сотрудничать с развитыми странами. Сейчас уже принята резолюция, чтобы мы в 2022 году отметили год КОР, в 2027 году будет проведен саммит гор Бишкеки. Сама инициатива и проект, предложенный с кыргызской стороной в ООН, уже показывает, что в нем отмечены конкретные детали, реальные шаги с привлечением внимания международного общества и более развитых стран решить конкретные проблемы. Когда говорят, Кыргызстан сразу представляет страну небесных гор с белоснежными вершинами и ледниками, зелеными лесами и реками. Но надо признать, что изменение климата пагубно сказывается на нашей природе. Ледники стремительно тают и сокращаются. Ситуацию усугубляет и недобросовестная работа иностранных инвесторов. А поскольку ледники тают, а реки и горные экосистемы оказались под угрозой исчезновения, Кыргызстан не может действовать в одиночку. Здесь нужна помощь мирового сообщества. Резолюция по развитию горных стран дает Кыргызстану возможность решить многие экологические проблемы. Прежде всего, это сохранение наших ледников, увеличение лесных площадей, борьба с деградацией наших гор и борьба с чрезвычайными ситуациями, которые вызваны изменением климата. Площади лесов сократились в два раза. По официальным данным, он составляет всего лишь 5% от общей территории Кыргызстана. Планируется увеличить ее до 10%, но мне кажется, ее нужно увеличить еще больше. Инициативу Кыргызстана о сохранении горных ледников ЮНЕСКО поддерживали все страны-члены организации. Еще ряд стран, включая Россию, Швейцарию, Великобританию, Италию и Австрию, выступили ко-спонсорами резолюции Кыргызстана. Основной же причиной поддержки этой инициативы стало понимание международным сообществам важной роли горных экосистем, но и в целом осознание всего масштаба этой проблемы. Горы являются одним из основных источников биологического разнообразия на нашей планете. Кроме того, от 60 до 80% по разным данным пресной воды находится в горных ледниках и районах вечной мерзлоты горных регионов. Кроме того, в настоящее время вопросы устойчивого развития для горных регионов, для горных стран, прежде всего для стран, не имеющих выхода к морю, сейчас набирают большую актуальность. И Кыргызстан в рамках продвижения экологической дипломатии является активным сторонником продвижения данных вопросов на международной арене. Так, Кыргызстан в борьбе с Центерой продвигает крупные международные проекты, которые мировое сообщество уже поддержало. По инициативе Кыргызстана ООН объявила 2022 год международным годом устойчивого развития гор. Страна также инициирует пятилетнюю программу устойчивого развития горных территорий и созыв глобального саммита «Бишкек плюс 25» в 2027 году. Впереди, как отметил Садыр Джапаров, работа мирового масштаба. До станка с канав, Аяна Дюшакеева и Сентурабыкеев, Аллато 24.